Наша сегодняшняя героиня Леди Серьезная. Она председатель профсоюзной организации компании Роспан Интернешнл. Но в нашем городе ее знают по другим социально значимым делам. Пойдемте общаться. Наталья Корчагина, председатель первичной профсоюзной организации АО Роспан Интернешнл, волонтер, общественный деятель. Сентября этого года депутат городской думы седьмого созыва. Про маски, конечно, мы с нашей героиней не забыли. Но дело в том, что, во-первых, в масках нам попить прекрасный кофе и чай не получится. А, во-вторых, вот, Наталья, я знаю, вы недавно переболели. Да, и у меня антитела. У Натальи антитела, а мы, журналисты, периодически сдаем тест на коронавирус. Так что все безопасно. Мы сегодня можем пообщаться вот так вот. Как будто бы и нет никакого вируса. Наталья, ну вот Новый год вот совсем вот уже скоро подбирается к нам. Давайте вначале подведем небольшой итог. Какой для вас это будет? Для меня год был очень насыщенный. Это и выборы, это и борьба с коронавирусом, это и волонтерство, это и все равно никто никуда не девал семью. Семья всегда рядом. Детки требуют ухода. Они у меня еще небольшие. Поэтому очень насыщенно времени. Порой не хватало на все, но старалась находить на это время. Сейчас закончим, завершим рабочие дела, волонтерство, а потом уже поставим елку, нарядим ее. Все, слава Богу, для этого есть. Закупим продукты, приготовим вкусный холодец, оливье. Все как по традициям российским. То есть стол обычно такой стандартный, да? Обязательно оливье на нем присутствует, холодец, как вы сказали. Ну, такие вещи как оливье обязательно должны присутствовать. Оливье, мандарины, это новогодние продукты. Нет, конечно, хочется чем-то удивить. Какое-то новое вкусное блюдо приготовить, там, изысканное. Я очень люблю готовить, поэтому... Ну, скорее всего, в этом году это, наверное, будет утка какая-нибудь или индоутка. Но пока еще не решила. Ну, в общем, что-то необычное обязательно стараетесь... Обязательно стараюсь приготовить что-то необычное. Необычное блюдо обязательно должно быть. Традиционные блюда тоже должны быть, чтобы это, ну, не нарушало традиции. А необычное что-то тоже должно присутствовать на столе. Мы посмотрим, что нам на год быка надо ставить, во что одеваться. А вот Новый год – семейный праздник, на ваш взгляд? Все-таки нужно его с семьей отмечать или можно в большой компании дружить? Ну, мне кажется, это кому как. Не у всех есть семья. Мне вот повезло, да, у меня есть семья. У меня есть друзья почти как семья. То есть... Поэтому я считаю, тут нельзя привязываться только к семье. Если кому-то нравится и с друзьями, можно же с семьями объединяться. Может быть, большой семейный Новый год. Но только семей будет не одна, а много. Поэтому я вот здесь не придерживаюсь как раз таких каких-то рамок. Вот так. Ну, а как правило у вас проходит вот эта ночь волшебная? По-разному бывало. Бывало, что и с друзьями. Ну, как правило, все равно в семье. Все равно мы салютуем обязательно, наряжаем елку, садимся за стол. По традиции загадываем желания. Слушаем обязательно речь президента. И после этого уже начинаем встречать. Пишем письма Деду Морозу. Обязательно. Ну, сладкий Дед Мороз и так знает, что принести по сладостям. А такие подарки все равно. Пишем письмо, просим Дедушку Мороза. Отчитываемся за год, что вели себя хорошо, что закончили хорошо школу, четверть. То есть, ну, такое вот обязательно. Ну, подкладывайте под елку, пока они не видят. Вот такой у вас алгоритм. Дед Мороз приносит. Дед Мороз приносит. Дед Мороз. И его помощники. И его помощники. Олени. И их волшебных саняк. Если вернуться в детство, какие остались воспоминания? Вот как проходило празднование этого нового года, праздника этого любимого в детские годы? В детские годы, ну, когда мы еще жили в Грозном, еще со всем ребенком было. Это был обязательно мамин торт. На такой старинной подносе он крутится. Мы пьем чай там. Еще нецветной телевизор. То есть, обязательно это там какие-то передачи, огоньки, капустники какие-то. Ну, советское телевидение. А вот ожидание чуда, волшебства, это все было в детстве? Обязательно. Я очень долго верила в Деда Мороза. Ну, может быть, хотелось верить. Ну, я все-таки, он есть, он просто в Великом Устюге. Приезжает, все равно же был же здесь у нас, вместе с Ямалыри. Когда начинают бить куранты, желание обязательно нужно записать на листочке, сжечь его, кинуть в шампанское и выпить. То есть, вы так делаете? Да, я так делаю. Сбываются? Ну, по большому счету, мы же сами себе эти желания загадываем и сами их реализуем. Поэтому все зависит от нас. Подводим итоги такого не самого простого года. Чего бы хотели, может быть, сказать, пожелать нашим новым уриндойцам? Мы вообще все не будем, если есть такая сейчас возможность. Я хотела бы в первую очередь пожелать всем нам здоровья. Сейчас это особенно актуально. Хотела бы пожелать, чтобы у всех в семьях был мир, благополучие. Это вроде бы такие вещи, которые всегда говоришь, но они монументальны, их нельзя не упоминать. Хочу, чтобы тепло души сохранялось у наших горожан и у всех людей вообще. Чтобы друг друга могли поддерживать, чтобы были верные настоящие друзья рядом. Ну, чтобы мы вошли в следующий год с целью, с задачами. И у нас все получалось, мы все решали. Всего самого хорошего, самого наилучшего, что каждый себе желает. Это главное, да? Да. Пусть каждого мечта исполнится. Спасибо. С наступающим вас. Спасибо вас тоже с наступающим.